Такой засухи, как прошлой осенью, в Харьковской области не было больше ста лет, говорят в департаменте агропромышленного развития. Из-за неблагоприятной погоды позивы озимых взошли не в срок. Первый ростский культур появились не в конце сентября, а в начале февраля, когда аграрии уже подсчитывали убытки. Сеяли эти озимые, собственно говоря, клали в сухую, раскаленную землю, рисковали и очень сильно рисковали. В работе по принятию этого решения принимали участие и советы старейшин, и наша академия, институт Юрьева растеневодства. И было принято решение большинством хозяйств рискнем. Первый раз за мою практику такая сложилась ситуация в хозяйстве, не только в хозяйстве, у нас в Харьковской области, наверное, там может Полтава, что созревание, не созревание, а всходы пшеницы мы практически не получили. Получили всходы пшеницы только по парам. Погода зимой напротив, посева зимых хлебов побаловала. Осадки и в помощь им сильный ветер хорошо увлажнили землю. С полумиллиона гектаров аграрии уже готовились потерять треть. Ну а зимы и не взошли только на 7% площадей. Мы получили недоношенного ребёнка, которого надо теперь вдвойне холить или леять, чтобы выходить его. Вот как вы видите, здесь получается состояние озимой пшеницы очень хорошее. Уже началась фаза выхода в трубку, густота стеблистоя нормальная и даёт это повод надеяться на то, что мы получим хороший урожай. Ну, видите, что здесь началось развитие сорняков и, как видите, от болезни некоторой идёт мучнистая роса, септориоз. Поэтому планируем в ближайшее время, как только позволит погода, обрабатывать поля гербицидом. Весенняя посемная в Харьковской области стартовала в начале марта. Общая площадь под засев – 1 миллион 35 тысяч гектаров. В этом году работы обошлись аграриям в 5 миллионов гривен. Это на 17% дороже, чем в прошлом. Ежегодно классические хозяйства придерживаются классической схемы обработки почвы. То есть мы до сих пор, несмотря на засушливую осень, которая была в прошлом году, мы 100% сделали основной обработок почвы в виде пахоты. То есть мы вспахали всё. Из-за плохих погодных условий работникам пришлось делать двойную работу. Селки забиваются, допустим, всё это постоянно смотришь. Как говорится, чуть-чуть по времени дольше получается. Почистить надо, посмотреть. Посевы традиционно урожайного подсолнечника в этом году уменьшили почти на 4 тысячи гектаров. Зато увеличили площадь для дефицитных в прошлом году гречки и сахарной свеклы. Отмечают в департаменте АПК. Аграрии, в свою очередь, делают ставку на прибыльность кукурузы. Кроме того, в ближайшие пять лет на Харьковщине планируют сеять сорга – хлебную культуру из Китая. Отдаёт хорошую урожайность у нас на Украине. Интересно о том, что она пользуется спросом за рубежом. Она интересна, как кормовая культура. У неё очень хороший белок. И сорга также за рубежом очень используется хорошо и для производства муки, и каши. Делать прогнозы на будущий урожай аграрии пока не берутся. Говорят, ещё многое зависит от погоды. До 22 мая в области планируют закончить посев бобовых культур. Евгения Гокова, Юлия Семененко, Дмитрий Герасимов, Павел Велицкий. Объектив неделя.